Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. На свободе, но без Майбаха. Генпрокурор заявил об аресте имущества, погоревшего на полумиллионной взятке членом высшего совета юстиции Гречковского. Что к рукам прилипло? Следователь генпрокуратуры попался на краже талонов на горючее. Взял след, советник главы МВД выдвинул собственную версию убийства террориста в России. Крупная рыба попалась в сети ГПУ. Вот так метафорично еще вчера генпрокурор рассказал о Павле Гречковском, члене высшего совета юстиции, которого уличили во взятке на полмиллиона долларов. Сегодня совет собрался на заседание. Думали, гадали, лишает ли Гречковского полномочий. Что из этого вышло и есть ли шансы привлечь к ответственности чиновника, который, кстати, разъезжает на Майбахе в дорогущих часах. Выясняла Алла Матюшок. Полмиллиона долларов. Самая крупная взятка за последнее время, на которой погорел не менее крупный чиновник. Один из членов высшего совета юстиции, Павел Гречковский. Он требовал 500 тысяч долларов у представителя коммерческой структуры за решение в его пользу в судах всех инстанций. Вчера сотрудники ГПУ и СБУ задержали на горячем посредника, арбитражного управляющего Минюста. Самого Гречковского сегодня вызвали на допрос в генпрокуратуру. Вручили ему уведомление о подозрении. Тем временем его коллеги созвали заседание. Несколько часов совещались лишателям Гречковского полномочий. В итоге решили не торопиться. Дескать, сам он вину отрицает. Судебного приговора нет. Да и присягу члена высшего совета юстиции не нарушал. Расследование этого вопроса связано с очень резонансным событием для высшей рады юстиции. Поэтому мы просили бы генеральную прокуратуру провести в самый короткий срок это расследование. С другой стороны, это показывает, что даже члены высшей рады юстиции не имеют такого иммунитета, чтобы они были защищены от любых действий. Высший совет юстиции также решил самостоятельно проверить данные ГПУ. Здесь говорят, в Гречковском уверены. Хотя им известно, ездит на Майбахе и носит дорогие часы. Уверяют, заработал все честно, был успешным адвокатом. И все задекларировано. Но не исключают, его могли подставить. А возможно, говорят, это место со стороны тех судей, кого высший совет юстиции рекомендовал уволить. Сам Гречковский якобы неоднократно заявлял. Ему угрожали. Протягом почти полтора года он получил погрозы от силовых людей. И он информировал руководство высшей рады юстиции о том, что действуют такие погрозы. В ГПУ, допросив Гречковского, сообщили, информацию об угрозах проверят. Пока ему вручили уведомления о подозрении и готовятся к обыскам. Только вот разрешения на это у правоохранителей нет. Это ходатайство суд не удовлетворил. Глава ГПУ предполагает, судьи ожидают переаттестации и боятся мести высшего совета юстиции. Я сподіваюся, что мы все-таки отримаем дозвіл на вшуки в помешканні пана Гречковского. Хотя и без этого мы уже наклали на арешт на его достатньо помітне майно, начичи від Майбуху до всього іншого, що він придбав за своє нелегке додовежиття. Ми висунули підозрю в отриманні незаконної финансової винограды, але в ході слідства вона може бути переквалифікована. Дело Гречковского развалится в суде, уверены в Центре противодействия коррупції. Мало того, що це дело НАБУ, а не генпрокуратура, так ще і производство там открыли по статті мошенничества, а це доказати нереально. Коли, скажімо так, втручається в спостереження за особою, якісь заходи інший правоохоронний орган, раптово проводить якісь заходи, фактично справа руйнується. І тут може йти мова про те, що таким чином просто цього посадовця рятують від того, щоб його не піймали інші. Є великі ймовірність того, що він успішно повернеться надалі до виконання своїх обов'язків. Показі Павел Гречковський написав заявлення на відпуск. Алла Матюшок, Владимир Самченко і Нікита Ісайко. Подробності телеканал Інтер. І прямо в ці минуты Печерський суд избирає Павлу Гречковському меру пресечення. Засідання проходить в закритому режимі. У здания суда знаходиться моя колега Татьяна Овеникова. Она з нами на связі. Таня, здравствуй. Що тебе известно? Суд уже вынесе какое-то решення? Да, Наталья, я действительно сейчас нахожусь возле Печерського суда. Здесь уже более трех часов избирають меру пресечення для Павла Гречковського. Генеральная прокуратура просит арестовать его с возможностью внесения залога в сумме около 13 миллионов гривен. Действительно, засідання проходят в закритом режиме. Журналистов не пустили. Известно, что на засідання прибыл і сам Гречковський, і його адвокат, і пресс-секретарь. Ну вот, на данный момент судья Светлана Шепутькова удалилась в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству ГПУ. Если станут известны какие-то новые подробности или, собственно, решения суда, мы обязательно выйдем в прямой эфир и расскажем. Наталья? Договорились. Тогда не прощаемся. Татьяна Винникова ждет от Печерского суда избрание меры пресечения для Павла Гречковского. Также стало известно, что снятие депутатской неприкосновенности грозит народному депутату от оппозиционного блока Николаю Скорику. Об этом сегодня в Одессе сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Что предшествовало такому заявлению и в чем подозревают парламентария следователей, разбирался Андрей Анастасов. Все началось вчера вечером. К руководителю Одесской городской организации оппозиционного блока Александру Орлову домой пришли сотрудники прокуратуры с обыском. Расспрашивали о событиях 19 февраля 2014 года, когда у стен обл. администрации неизвестно избили активистов и журналистов. Орлов тогда занимал пост вице-губернатора. И вот прокуратура подозревает его в организации этих беспорядков. Примечательно, что ровно год назад, кстати, аккурат перед выборами, оппозиционер уже давал аналогичные показания правоохранителям. Из беседы я понял, что никаких других данных об этом деле с момента моего последнего нет. Мне предлагали дать какие-то показания другие, которые признательные. В чем признательные? Я не могу понять. Это политический заказ. Нас уже таким способом пытаются не допустить во власть. Днем Александра Орлова снова вызвали к следователю. Поддержать его пришли однопартийцы. Они также называют все происходящее политической травлей. Когда у власти рейтинги падают, и мы видим, что последние буквально социологические опросы в преддверии возможных внеочередных парламентских выборов показывают о росте рейтинга у Павлока, то, конечно, власти нужно однозначно найти каких-то козлов отпущения. Уже днем ситуация приняла еще более скандальный характер. Генпрокурор заявил, что помимо Орлова в организации беспорядков он подозревает и нардепа от оппозиционного блока Николая Скорика, который в феврале 2014-го был одесским губернатором. Наступного тижня я планую внести до Верховной Рады Украины подание произведения депутатской недоторганности колишнего губернатора Одесской областной администрации, ныне народного депутата Громадянина Скорик. Сам Скорик говорит нынешние действия прокуратуры звенья одной цепи. Цель одна – оказать давление на лидеров ОПА-блока по всей стране. Это тотальное посиление политических репрессий. И все это густо замешано на таком примитивном политическом пиар-шоу. И всю эту кампанию осуществует лично генеральный прокурор Украины, пан Луценко. Я мушу от имени политической партии ОПА-блока обратиться с этой трибуны к послев стран Европейского Союза, к послев США. Что касается Александра Орлова, то по последним данным, в прокуратуре ему официально вручили уведомления о подозрении в организации массовых беспорядков. Андрей Анастасов, Ирина Романова, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер Одесса. Народный депутат от оппозиционного блока Николай Скорик сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Николай. Довольно угрожающие обвинения прозвучали в ваш адрес из уст генерального прокурора. Сегодня вас обвиняют в организации беспорядков в феврале 2014 года. Вы на тот момент были губернатором области. Ваш зам на тот момент уже получил подозрение. Насколько хорошо вы помните этот день? Свои какие-то действия, свои слова, что могло спровоцировать такие обвинения в ваш адрес? Первое, что я не получал никаких обвинений. Я имею только ту информацию, которую имеют все граждане Украины из средств массовой информации, видя пресс-конференцию Юрия Виталиевича Луценко в отношении того, что он планирует снять с меня. Неприкосновенность. В чем именно Юрий Виталиевич собирается меня обвинить, мне сложно сказать, потому что я про себя знаю, что я действительно ни в чем не виноват. Я был на тот момент, понимаете, я был в Одесской областной государственной администрации. И может так, чуть-чуть займу буквально лишних секунд десять, я стал главой администрации в ноябре месяце. Для меня это был действительно очень такой важный шаг. Одессит, который вернулся в родной город, у меня были большие планы на то, чтобы действительно сделать много полезного и серьезного. К сожалению, началось вот то, что началось тогда в конце 2013 и 2014 года, и конструктивной работы не было. 19 февраля, день о котором, вот так говорится, ну, два с половиной года уже прошло, и честно говоря... Но, тем не менее, день был яркий. Честно говоря, я лично был на допросе в 2014 году, где-то в апреле месяце, меня приглашали на допрос и в УВД, и в прокуратуре. Я их дал, и больше не был, и со мной органы не общались. С Александром Витальевичем, моим коллегой, соратником и однопартийцем общались. Но, опять же, там они провели три или четыре обыска, что запрещено по криминально-процессуальному кодексу. Но ничего абсолютно не нашли. У вас нет никаких вообще подозрений относительно того, почему ваш адрес прозвучал? Я есть, однозначно. По той причине, что в последнее время я являюсь спикером оппозиционного блока по целому ряду вопросов. Достаточно часто бываю, в том числе и на вашем канале. Говорю, достаточно неприятные для власти вещи. И когда очень удобно перевернуть, как говорят, поменять повестку дня. А если я требую в парламенте, с парламентской трибуны, с парламентского пресс-поинта, в Брюсселе, в Страсбурге, требую наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе, когда я уже не был 14-го года, когда я уже не был губернатором, а когда погибли десятки людей. И я об этом, кстати, спросил Юрия Витальевича, когда его назначали генеральным прокурором. Мы вернемся к трагедии 2 мая. И таким образом он не ответил. То есть я могу сказать, вы понимаете, действительно, то время было очень сложно. Тем не менее, последний раз вас спрашиваю, 19 февраля 2014 года, что вы могли такое сказать или сделать, что повлекло за собой такие обвинения? Сказать или сделать, ну, может быть, сложно уже сказать, что я мог такого сказать или сделать. И, ну, я в себе уверен, что я не делал ничего незаконного, никаких там организаций, там, если вы говорите, что это организация, то есть я этим не занимался, никаких незаконных приказов, указаний, устных, письменных не давал. Поэтому, еще раз говорю, мне сложно понять, что меня может обвинять Юрий Витальевич Луценко через два с половиной года после этих событий. Хорошо. В таком случае, давайте еще один месседж сегодня от Луценко прозвучал. Он касался непосредственно трагических событий в Одессе 2 мая, когда погибло почти 50 человек. Давайте послушаем, что сказал Луценко. Луценко прозвучал. Вы лично неоднократно говорили о том, что Украина не выполняет своих функций в этом расследовании. Оппозиционный блок отправил два пакета документов и в Страсбург, и в Гагу. Вот сегодняшнее заявление Луценко как-то меняет ваш взгляд относительно расследования? Есть версии, вот есть версии, как сказал Юрий Витальевич, что много жертв было об застрелении, у них были огнестрельные ранения, либо колото-резанные раны. Об этом много достаточно писали в интернете. Если говорить о необходимости международного расследования и привлечения международных экспертов, говорим уже в течение двух лет. Вот сколько я в парламенте, мы подали проект постановления парламента о восстановлении временной следственной комиссии парламента по данному вопросу. И сейчас то, что сейчас наконец-то прокуратура хоть как-то к этому вопросу разворачивается, это очень позитивно. Хотя я слышал уже высказывания некоторых представителей и прокуратуры, и МВД в отношении того, что вот те люди, которые сядут, там же было две стороны конфликта, так называемый Майдан и Антимайдан. Что вот те люди, которые сидят со стороны Антимайдана, они уже в течение двух лет находятся в СИЗО, их не выпускают, а с другой стороны нет ни одного обвиняя. Вот те люди, они как бы уже, следствие вышло на то, что эти люди как раз все и сделали, они загнали людей в Дом профсоюзов, там эти люди забаррикадировались, потом начался стихийный пожар. Я это сам читал в интернете, такие версии наших правоохранителей. Люди от угарного газа случайно задохнулись. Поэтому виноваты те, кто их туда загнал, их никто не убивал. И вот на этом как бы международное сообщество требует от нашей власти найти виновных. То есть таким образом наша власть решила формально отчитаться, закрыть галочку, хотя виновных в реальности их знает вся Одесса и весь Киев. И часть из них находится под куполом Верховной Рады, никто об этом не говорит. Вы считаете, что сегодняшнее заявление генпрокурора о том, как движется расследование, это исключительно формальность или это сдвиг? Я думаю, что это не формальность. Я думаю, что в этом есть определенный позитив, учитывая, что сюда подтягиваются международные эксперты, с одной стороны. С другой стороны, я очень боюсь, чтобы это не стало формальностью, просто чтобы отчитаться перед мировым сообществом, что мы закрыли, мы нашли виновных, и чтобы в итоге пострадали невиновные. А виновные, еще раз говорю, их не надо искать, их все знают, просто надо этим заняться. И надо иметь политическую волю, не пытаться пугать там Скорика или других оппозиционных депутатов, а иметь политическую волю, действительно заниматься реальным расследованием, независимым, а не политическим. Относительно пострадавших, невиновно пострадавших, раз вы уже одессит волей судеб, сегодня у нас в студии. Сегодня ночью в Одессе произошло ЧП, неподалеку от рынка привоз, неизвестные подожгли автостанцию. Сгорел диспетчерский пункт, и охранник, который был на смене, получил 90% ожогов тела и умер в больнице. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Это все, что осталось от диспетчерска на автостанции в Нижнем переулке. Около трех часов ночи двое неизвестных забросали будку бутылками с зажигательной смесью. Рассматриваются тоже варианты различного, то, что как они там поджигали, то ли это было коктейль молота, то ли это были какие-то другие смеси и методы поджога. С считанные минуты в диспетчерской начался пожар, в помещении горел свет, и не заметить охранника было невозможно, рассказал сотрудник автостанции. Так его и оставляли специально, потому что там кассовые аппараты, и чтобы видно было, что там есть человек. От высокой температуры стекла в окнах начали трескаться. Осколки полетели в разные стороны. Несколько буквально перерезали артерии мужчины. Спастись у охранника шансов не было. Ожог 90% поверхности тела третьей степени, ранение крупных магистральных сосудов, травмы живота, ранение органов брюшной полости с повреждением крупных сосудов. Автостанция это небольшая, обслуживает всего два пригородных маршрута. Никаких угроз от конкурентов, говорят сотрудники, не получали. Ну разве мало по городу сейчас бегают людей в масках, которые кидают коктейли молотом? Ну вот прибежали, три часа ночи закидали, и я эту будку и ту, и убежали. Мало ли, что не нравится. А вот водители в обычное хулиганство не верят. Мол, нападение может быть очередным эпизодом бизнес-воин. Мне кажется, человек ни при чем. Просто там разборки, может, какие-то, он просто пострадал. Есть и еще одна версия случившегося. Не так давно местные жители выступали против того, чтобы автостанция находилась у них буквально под окнами. Ну заезжают тут где угодно, стоят. Вот это, наверное, подпалили. Устали бороться. Правоохранители начали уголовное производство. Вот только насколько оно затянется? Найдут ли нападавших и привлекут ли к ответственности? Большой вопрос. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности, телеканал Интер. А вы как ответите на этот вопрос? Найдут ли нападавших и привлекут ли к ответственности? И вы вообще, как одессит, насколько комфортно сейчас на улицах этого города? Ну, вы знаете, я думаю, что гибель любого человека – это трагедия. И даже здесь сложно что-то комментировать. Здесь, как на мой взгляд, это какие-то выяснения, может, там, бизнес-отношения или еще чего-то. Но в Одессе сейчас действительно стало, к сожалению, очень неспокойным городом. И я понимаю, что, может, не хватает у вас в новостях места. Но сегодня там новостные ленты «Одесские» полны сообщения о том, что очередной там новый антимэрский майдан под Одесской мэрией, в основном из приезжих людей. И я думаю, что, к сожалению, Одесса стала таким центром, который интересен многим силам и который очень многим интересно раскачать. Я думаю, что, опять же, вот об этом говорил мой коллега в одном из сюжетов, о том, что все понимают прекрасно, что грядут выборы. И в этой ситуации оппозиционный блок занимает лидирующие позиции в городе Одессе, в Одесской области. И очень удобно повесить там всех собак на руководителя организации, то бишь на меня, раскачать такие... И раскачивать в городе, в принципе, ситуацию, чтобы сказать, что, смотрите, здесь нужна сильная рука и так далее. Здесь там мэр нехороший, и многие другие вещи. Я думаю, что если в государстве воцарится опять диктатура закона, то есть если у нас все будут выполнять закон, то я думаю, что ситуация и в Одессе успокоится, и в стране в целом. Но этот случай не относится к тому, о чем вы говорите? Я думаю, что это больше какие-то либо... сложно мне сказать, это же надо, чтобы следствие выяснило. Спасибо. Николай Скорик был у нас гостем в студии подробностей сегодня. Следователь Генеральной прокуратуры погорел на воровстве талонов на горючее. Их правоохранитель украл во время обысков у главы одного из сельсоветов Черкасской области, который попался на взятки в 5 миллионов гривен. Бесплатным бензином в итоге горе-правоохранитель заправлял не только свою машину, но и машину своей супруги, а разоблачили его детективу НАБУ. Теперь следователю за злоупотребление служебными полномочиями грозит до 8 лет тюрьмы. Взяться в НАБУ не прочь из-за министра внутренних дел решили в деле о рюкзачной коррупции с его участием точку пока не ставить. Скорее всего, будет запятая. Главный детектив Артем Сытник заявил о том, что готовы уже Аня Авакова допросить, правда уточнил, что к тендеру министр отношений не имеет, да и подозреваемых по делу пока тоже нет. Напомню, история эта в двухгодичной давности. Мы показали не один материал о рюкзаках Авакова, которые для фронта через компании-прокладки закупались по завышенной цене, 3000 гривен за штуку. Это видео 2014 года, снятое скрытой камерой в кабинете заместителя Авакова Сергея Чебутаря, который в то время курировал государственные закупки. Если верить этим кадрам, переговоры о поставке крупной партии рюкзаков с ним ведет человек, очень похожий на сына главы МВД Александра Авакова. Но пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. Что же касается подлинности записи, то детективы Набо взяли ее в работу еще в минувшем году, но результаты до сих пор неизвестны, как и то, где сейчас сам Чебутарь и будет ли допрошен сын Авакова. А сам министр сегодня комментировал убийство бизнесмена Павла Зможного. Высказаться решил спустя три дня после этого преступления, но едва ли что-то прояснил. Сказал, что убийство заказное, что оно, цитирую, было связано с профессиональной деятельностью директора, который имел конфликт, который наблюдался в его семье несколько месяцев. Конец цитаты. Советник главы МВД Зарян Шкиряк сегодня тоже комментировал, и тоже убийство, совершенное, правда, не в Украине, а в России. Речь идет о главаре оплота Евгении Жилинек. А какой дедуктивный метод использовал Шкиряк, и какие вещдоки он держал в рукаве, неизвестно. Но советник министра выдвинул ошеломительную версию о том, что к убийству Жилина причастен мэр Харькова. Вот что он сказал в эфире одного из телеканалов. В Харьковской мэрии заявили, что версию Шкиряка о причастности Кернеса к убийству Жилина не комментируют, как и подобные высказывания интернет-блогеров. Закарпатские пограничники превратились в мишени для контрабандистов. Сегодня ночью неизвестные обстреляли дом пограничника Чопского отряда, а вчера сожгли машину его коллеги в Мукачеве. Оба случая связывают со служебной деятельностью. Эти пулевые отверстия в окнах жилого дома и на машине остались после выстрелов из пневматического пистолета. Все произошло около трех часов ночи. В частном доме живет служащий Чопского погранотряда вместе с семьей. От комментариев отказывается. Пресс-секретарь отряда говорит, вероятно, нападение связано с его службой. А это сожженная машина сотрудника погранслужбы из Мукачева. Автомобиль подожгли накануне ночью. Потерпевший работает юристом и ведет судебные процессы по земельным участкам на границе, которые незаконно раздали частную собственность. Полиция пока официальных версий случившегося не озвучивает. Говорят, начаты уголовные расследования. В последнее время нападения участились. Пограничников бьют, в них стреляют, им угрожают, говорят в пресс-службе. В этом году только в Мукачевском погранотряде подобных случаев зафиксировано около десяти. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Индер, Закарпатская область. Уже почти неделю пункт пропуска Ужгород заблокирован. Владельцы машин с иностранной регистрации требовали увеличить срок пребывания автомобилей в Украине. Сейчас они каждые пять дней обязаны пересекать границу, иначе придется платить штраф в несколько тысяч гривен. Из-за акции на пункте пропуска постоянные очереди разблокировали границу только сегодня, после встречи с Геннадием Москалем, который пообещал открыть отдельную полосу для владельцев таких машин. А в эфире местного канала губернатор заявил о том, что проблему можно решить, если бы полиция действовала. Остатки после разгрома партизанского загона. Вот и все. Ну, что сегодня? Мы говорим про реформы и думаю, что мы дальше будем про это говорить. Вы видите, какой был пафос, как эту патрульную полицию и все это распиарировали. За три месяца мы имеем новую милицию, ну, парковать машины, селфи делать. А в Европе разборки между копами. Французские полицейские арестовали двоих своих коллег из Бельгии за попытку провоза нелегальных мигрантов. На севере Франции был задержан грузовик, в котором находились 13 беженцев. По словам бельгийских правоохранителей, они подобрали мигрантов, которые шли по дороге и решили их подвезти. После допроса бельгийских полицейских отпустили, а мигрантов доставили в лагерь для беженцев в Лиле. Правда, бельгийский профсоюз полиции возмутился поступкам французов, ведь те прекрасно знали, на кого надевают наручники. Правительство Нидерландов, скорее всего, не ратифицирует соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Об этом выступая в парламенте, заявил премьер-министр этой страны Марк Рютте. По словам главы Кабинета министров, это связано с тем, что 6 апреля большинство жителей на референдуме по этому вопросу высказались против. При этом Рютте надеется, что Украина сможет продолжить переговоры с остальными 27 странами Евросоюза. Правда, какой будет выход из этой правовой коллизии, пока непонятно. Перед тем, как вступить в силу, соглашение должно быть ратифицировано правительством каждой страны, члена Европейского Союза. Узнать, что об этом думают в украинском МИДе, подробностям пока не удалось. Наши звонки остались без ответа, но мы надеемся получить комментарий уже завтра. И моя коллега Татьяна Винникова передает о том, что уже есть решение Печерского суда об избрании меры пресечения Павлу Гречковскому. Я напомню, ГПУ требовало взять его под стражу, либо внести залог в размере 13 миллионов гривен. Это, кстати, примерная стоимость его часов. Таня, здравствуй. Еще раз расскажи, что же решили судьи. Да, Наталья, действительно суд по делу Павла Гречковского закончился буквально несколько минут назад. И вот в результате судьи Печерского суда отклонили ходатайство Генпрокуратуры. И теперь Павел Гречковский может спокойно выйти на свободу и остаться на свободе, внеся залог не 13 миллионов гривен, как этого требовали раньше генпрокуроры, а всего лишь 4 миллиона, если так можно сказать, которые он должен внести в ближайшие 5 дней. Вот такое решение вынес Печерский суд. Наталья. Спасибо, Таня. Татьяна Авинникова о том, как член Высшего Совета Юстиции, который попался на взятки, отделался легким испугом в размере 4 миллионов гривен. В Грузии политики подрались в прямом эфире. Это произошло во время теледебатов, посвященных предстоящим парламентским выборам. Сначала гости ток-шоу ввели дискуссию на повышенных тонах. Потом в ход пошли личные оскорбления. Во время спора один из них швырнул в другого ручку, в отместку тот набросился на соперника. Сотрудникам телеканала пришлось вмешаться, чтобы разнять дротчунов. Парламентские выборы в Грузии, я напомню, пройдут уже 8 октября. А в украинском парламенте сегодня было тихо. Тихо нардепы не внесли в повестку дня одиозный закон о спецконфискациях. И тихо уволили около полусотни судей, которые сами же просились на выход. Полдня разбирались с рынком энергетики и говорили о тарифах. Екатерина Лысенко подробнее. В сегодняшний день в радиокрестили днем энергетических законопроектов. Первым делом в здание под куполом приехал профильный министр. Рассказывать о рынке электроэнергии, мол, создается конкуренция. Это в будущем поможет снизить цены на свет. Правда, на рынке появляется еще один участник, трейдер, который будет перепродавать энергию от производителя. Споживач имеет право выбора. И это первая основа и вымога этого законопроекта. Самый цей закон даёт возможность в среднестроковой перспективе привести до снижения цен на электричную энергию. На цены на электроэнергию впливатимут лишь выработники электричной энергии с одного боку и поставщики электричной энергии с другого боку. Правда, некоторые нардепы опасаются, что те же тарифы могут возрасти, поскольку неясно, как будет распределяться дешевая атомная и дорогая теплоэнергия. Теперь можно торговать этой дешевой электроэнергией напрямую без энерго рынка. Это означает, что гидроэлектроэнергия, атомную электроэнергию заберут дешевую с рынка, отдадут по прямым контрактам своим коммерциальным структурам, а люди отримают самую дорогую тепловую электроэнергию. Понимаете? Вот что они сегодня сделали. Впрочем, закон еще требует правок, да и приняли его только в первом чтении. До второго дожить нужно. А вот за что окончательно сегодня проголосовали, так это за закон о нацкомиссии по регулированию тарифов. Все это время регулятор работал, а документа, который бы прописывал его деятельность, не было. На данный момент комиссионеры назначают президент одноосипно. Мы сделали все-таки квалификационную комиссию, которая будет назначаться Верховной Радой, Верховной Радой администрации, президентом Украины администрации и Кабинетом министров. Это первый балансированный механизм. И другой балансированный механизм мы установим чуткие квалификационные требования для кандидатов. Мы никого не дискриментировали. Мы только сказали, что необходимо, обязательно, чтобы мы имели людей с опытом. А, как вы прекрасно знаете, сегодняшнего, например, головы регулятора, такого опыта нет. Ротации членов НКРЕ будут, но не сразу, а в течение полутора лет. Каждые шесть месяцев станут менять по несколько членов регулятора. А самих же членов все той же НКРЕ тем временем будет ждать неплохая зарплата. 50 тысяч гривен плюс доплаты, вот эта вот премия. На всякий я помню, было приблизительно, мы ориентировались на 80 до 100 тысяч гривен, может быть, теоретично, в месяц. Хотя документ вызвал кучу споров в сессионном зале, его все же приняли. Как этот документ о регуляторе повлияет на саму регуляцию тарифов, пока непонятно. Что касается цен на коммуналку, о них даже речь не идет. По тарифам. Наш спикер, вот я сейчас поруби, внес законопроект о том, какие будут голосоваться законы на этой сессии. И они исключают законы, которые подал оппозиционный блок. Закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Поездку дня сессии пытались снова корректировать. Народный фронт уже, наверное, и сам сбился со счету, сколько раз продвигал закон о спецконфискации. Но снова не сложилось. Зал провалил внесение вопросов по вестку дня. Мы уже наполягали на этом не несколько раз. Мы хотим увидеть ее текст. Мы хотим увидеть, как он выписан. Там должны быть запобежники, которые не позволят на сегодняшний день делать без суда и средства все действия, связанные с конфискацией людей. Вечером было еще две попытки фронтовиков дожать все тот же закон о спецконфискации. И дважды идея не нашла поддержки в зале. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Вадим Ревун, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Кредиты и визиты. О чем президент Порошенко говорил с главой МВФ. Развод на Даунинг-стрит. Чего потребовал глава ЕС Шульц от премьера Британии Мэй? Уже этой осенью в Украину приедет миссия МВФ. Об этом Петр Порошенко и глава фонда Кристина Лагард договорились на полях Генассамблей ООН. Обсуждали и украинские реформы. А в палате представителей американского конгресса приняли акт в поддержку Украины. Что это за документ? Об этом и других заявлениях, касающихся нашей страны, мой коллега Дмитрий Анопченко подробнее. Этот законопроект еще в апреле написали 16 американских конгрессменов. Короткий текст, но в нем очень важные запреты. Запрет признавать аннексию Крыма России. А значит, никакие политические изменения не позволят любым американским политикам даже через годы закрыть на это глаза. Запрет снимать санкции против России, введенные после оккупации. До того момента, пока сам президент США не заявит в Конгрессе, что Крым вернулся Украине. А еще в документе предусматривается очень конкретная помощь. От борьбы с пропагандой до инвестиций и содействию украинским военным. И вот сейчас этот биль проголосован, принят палатой представителей. Принят единогласно, поскольку ни одного замечания в зале не прозвучало. Да, еще предстоит голосование в Сенате, чтобы документ окончательно вступил в силу. Однако и сейчас он очень четко показывает настроение в Конгрессе. Показывает, что Украину готовы поддерживать и демократы, и республиканцы. Более того, авторы документа изначально внесли в него абзац о предоставлении Украине летального оружия. И вот буквально только что перед эфиром я связывался с украинским посольством в Вашингтоне. Там подтверждают, говорили с Конгрессом, выясняли. И могут подтвердить, что этот абзац, эта норма осталась в утвержденном проголосованном варианте документа. Киев вопрос поставок летальных вооружений из Соединенных Штатов тоже с повестки дня не снимает. Хотя в ходе этого визита в Нью-Йорк президент его пока и не обсуждал. Признался журналистом в кулуарах ООН Петр Порошенко, комментируя итоги своего визита. По его словам, это тема будущих переговоров. Мы на сегодняшний день не ставили на питание про летальное оружие. У нас на сегодняшний день стоит на порядке данного питание о реализации этих домоганностей, про постачание пакета, который складывает 600 миллионов долларов, и которые полученные Штаты Америки видели на потребность нашего сектора обороны и безопасности. Выйдя к журналистам в кулуарах ООН, президент рассказал и о своей встрече с Бараком Обамой. По его словам, это был долгий и очень важный разговор. Говорили в основном о Минских соглашениях, об их выполнении. Обама, который уже через три месяца покидает свой пост, стремится, чтобы был выработан очень четкий план их выполнения – дорожная карта. Чтобы мы склали дорожную карту этих домоганностей, приоритеты безопасного компонента Минских домоганностей и миссии, и даты реализации политических частей Минского процесса. И, конечно, с обоими руководителями американской администрации, что с Бараком Обамой, что чуть позже с вице-президентом Байденом, был разговор о реформах. О том, как и чем США могут помочь. И о том, что страна должна делать сама. Выступая в Совете по международным отношениям, вице-президент пояснил, в чем именно опасность. Промедление с реформами может разрушить единство Европы по санкциям против России. Мы знаем, если они дадут повод ЕС, там есть как минимум пять стран, которые прямо сейчас могут сказать, мы готовы выйти, как минимум пять. Мы оказываем огромное давление на всех в Европе, и до сегодняшнего дня сохраняется единство. Ну и Меркель и Оланд, они сейчас уже немного в другой ситуации. Так что к этому все идет. А Минское соглашение? Россия не делает ничего. Ничего, чтобы выполнить эти договоренности. И то, что мы делаем сейчас, чтобы объединить усилия, это простая дорожная карта. Кто делает первый шаг, тот делает второй. И в этой же речи в Совете по международным отношениям Байден признался, прекрасно понимает все сложности, все опасения Украины, которая и контроль над Крымом потеряла, и несет огромные человеческие потери. Но тем не менее, Соединенные Штаты очень четко будут требовать, чтобы Украина выполняла то, что должна выполнить. Очевидно, имея в виду и Минские соглашения, и реформы. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И к ситуации в зоне АТО. 150 авто покинули оккупированную территорию, въехали на нее только 10. Такая статистика пересечения линии соприкосновения на пропускном пункте Зайцево по состоянию на сегодняшнее утро. Большинство пассажиров этих автомобилей, как правило, это жители городов на неподконтрольной территории. Ездят они туда проверять свои жилища. Их рассказы и впечатления от увиденного выслушала Ирина Баглай. Большинство в очереди пенсионеры. В конце месяца они едут за гривнами на подконтрольную территорию. Но получают деньги только те, кто оформлен переселенцем. Виктор уже в который раз возвращается ни с чем. 37 лет проработал на шахте, но живет в оккупированной горловке. Мне лишили, потому что я же не живу на территории Украины. А территория вот эта вот, НР, НР так званая. Это украинская территория? Я считаю, да. Кому я отношусь? Земля украинская. А народ кто? Я не понимаю. Заработком на оккупированной территории, рассказывает мужчина, особенно тяжело молодежи. Вместо рабочих мест – оружие. Людей съели, шахты позакрывали, все позакрывали. Ему надо кормить семью. Он воровать не пойдет. Пошел, взял автомат. Ему платят бабки. Еще один способ подзаработать – контрабанда. При помощи такого зеркала удалось выявить 300 килограммов металла на поддоне авто. На неподконтрольную же территорию нарушители чаще всего везут наличные. Те же, кто стал заложником необъявленной войны, имеют право провести не более 50 килограммов продуктов в одни руки. Продукты. Что в одни продукты? Ну вот перец, например, котлеты мясные. Получили пенсии, скупились и едем домой. Чтобы попасть домой, люди преодолевают многочасовой путь. Но ответа – кто виноват? Ни у кого нет. Я не знаю, жили мы там нормально. Сами едем. Нам жилось нормально. Мы могли кредит взять. Все было прекрасно. Зачем это все получилось, никто не знал. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». В Украине наконец-то создадут реестр внутренне перемещенных лиц. Кабин сегодня принял соответствующее решение. Такая база, по словам премьера, нужна для предоставления адресной помощи переселенцам. Обсуждали в Кабине и жилищные проблемы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Правительство разблокировало финансирование по программе восстановления Донбасса. Первые 650 миллионов гривен инвестируют в пять восточных областей. Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую. Кроме проектов по жилью для переселенцев, эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры. Программа разработана совместно с Европейским инвестиционным банком. В целом она рассчитана на 200 миллионов евро или 6 миллиардов гривен. Розблокируем возможности финансирования, восстановления по территориям на Донбассе, которые мы сегодня контролируем и на которых есть необходимость восстановить социальную сферу. Такие проекты есть при залучении донорской поддержки, объединены всех ресурсов и возможностей международных фондов, сделать таким образом, чтобы и потурбоваться про интеграцию территорий, интеграцию территорий и также поддержки внутренне перемещенных осіб. Поддержка государства нужна и реальному сектору экономики. Об этом сегодня в Днепре говорил нардеп Сергей Каплин. Он побывал на Нижнеднепровском трубопрокатном, спустился в шахту метрополитена, пообщался с рабочими. Уже много лет строительство подземки в Днепре заморожено, а коллектив борется с постоянными задержками по зарплате. Недавно, как рассказал нардеп, удалось добиться погашения 11-месячного долга перед проходчиками. Чтобы подобные предприятия работали, государственные средства стоит перераспределить, так считает Каплин. Мы должны сегодня свернуть сотни программ, которые реализуются в регионах, областными и районными администрациями и министерствами, и которые не приносят абсолютно никакой пользы государству. Это реальные деньги, которые сегодня нужно отправлять сюда. На поддержку, на инновации. Неспокойно в Штатах режим чрезвычайного положения ввели в городе Шарлотт, это Северная Каролина. Двое суток здесь не утихают протесты. Все подробности расскажет Ирина Иванова. Выстрел полицейского всколыхнул город Шарлотт 20 сентября. На парковке офицер застрелил 43-летнего темнокожего кита Скотта. В полиции говорят, имели право применить оружие. У него был пистолет, мы нашли его на месте. Он угрожал офицерам, и поэтому один из них выстрелил. Кихиша Уильямс едва ли не единственный свидетель в этом деле, но и она видела немного. Мужчина сидел в своей машине, а потом я услышала крик его жены. Она бежала к авто и кричала, не делайте этого, пожалуйста. Когда приблизилась, увидела мужчину с пистолетом рядом с автомобилем. Родственники убитого рассказали, коп выстрелил, когда кит читал книгу в машине. Демонстранты требуют опубликовать видео случившегося, наказать виновных и прекратить насилие над темнокожим населением со стороны полиции. Это длится годами с той лишь разницей, что сейчас у всех есть камеры. Мы можем снимать видео и вести прямые трансляции со смартфоном в интернете. Протесты не утихали двое суток. Время от времени перерастая в настоящие уличные бои. Летели камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью. Полиция отвечала светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. Досталось и корреспондентам, работающим на месте. Десятки людей пострадали. Один из активистов в тяжелом состоянии. В центре города разгромлены здания. В некоторых районах Шарлотта в жилых кварталах начался пожар. Власти штата объявили чрезвычайное положение. В город вели нацгвардию. Но вряд ли эти меры помогут урегулировать ситуацию в целом. Параллельно протестуют жители города Талса, штат Оклахома. Случай аналогичный тому, что случился в Шарлотте. На ситуации успели попиариться кандидаты в президенты. Клинтон и Трамп осудили убийство афроамериканцев. Но ужесточать риторику касательно оборота оружия не стали. Ирина Иванова, Дмитрий Евчин. Подробности телеканал Интер. Приехал и требует на выход из ЕС. Причем немедленно. Мартин Шульц, глава Европейского парламента. С визитом в Лондоне. Тепло ли его там встречали и о чем договорились. Наш Сапкор Оксана Кундеренко следила за переговорами на Даунинг-стрит. День у главы Европарламента начался в Берлине. С отчета о недавнем саммите в Братиславе. На эту встречу представители Великобритании не звали. И в их отсутствие ломали голову над вопросом, есть ли жизнь после Брекзита. Не стоит воспринимать Великобританию как дезертира, но если в обозримом будущем не задействуют 50-ю статью, дедлайн два года. То британские граждане будут выбирать европейских чиновников, а это недопустимо. 2019 год. Такую конкретную дату назвал Шульц как окончательный и бесповоротный срок отделения королевства от ЕС. Якобы Тереза Мэй обещала начать предметные переговоры уже в январе. Именно календарь развода обсуждали с британским премьером в Лондоне. На Даунинг-Стрит-10 даже не притворялись, что Шульц дорогой гость, вся пресса трубила, приехал нас подгонять. Давайте, мол, скорее приводите в действие 50-ю статью, то есть начинайте реальный процесс. Причем в этом процессе Великобритании не позволят собирать выгодные условия, как ягодки с дерева, слова Шульца, и обязуют обеспечить свободное передвижение товаров и людей. А то тут уже пугают народ визовыми сборами при пересечении границ Евросоюза. Мэй пыталась донести свою позицию. Никаких действий до конца года не будет, только консультации. Британии нужно время, и сознательно процесс никто не затягивает. Брикзит – невероятно сложный процесс. Насколько я понимаю, правительство в Лондоне делает все по очереди. Но британская очередь должна соответствовать очереди европейской. Иначе переговоры зайдут в тупик. В эти минуты встреча Шульца и Мэй все еще продолжается, и скоро мы узнаем, принесла ли она положительные результаты. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». На что Марк Цукерберг потратит 3 миллиарда долларов? И когда, наконец, мы будем летать на автомобилях, а не ездить? Об этом и не только в нашем обзоре. Голливудские звезды против Трампа. Актеры снялись в социальной рекламе против кандидата на пост президента США. В ней по очереди говорят, хотим ли мы отдать ядерное оружие человеку, чей коронный прием поджигать вещи. Участие в съемках приняли Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Мартин Шин и другие. В Великобритании известные телефонные будки превращают в настоящие офисы. В эру смартфонов в стране практически перестали пользоваться традиционными телефонами. Но изобретательные англичане нашли выход. Они станут использовать их как мини-офисы. В каждом будет Wi-Fi, сканер, принтер и даже кофемашина. Британский полицейский победил в танцевальном баттле. Офицер полиции Дэн Грэм соревновался в танце с аниматором в костюме большой розовой свиньи. Публика на благотворительном марафоне была в восторге, так как двигался КОП просто отлично. Первый летающий автомобиль появится на рынке в 2018 году. Словацкая компания разрабатывает необычную модель. Компактная машина сможет подняться почти с любой взлетно-посадочной полосы. Цену на аэромобиль словацкие производители пока держат в тайне. Девятилетний Вилли Мэйлис окончил старшую школу в этом году и сразу же поступил в престижный колледж в Пенсильвании, США. Отец Вундеркинда, православный священник, рассказал, что Вилли заговорил в 7 месяцев, а в 5 лет уже мог считать до 100 и на китайском языке. Юный гений мечтает стать астрофизиком и даже разрабатывает свою теорию расширения Вселенной. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан сообщили, что в течение 10 лет будут финансировать научные исследования и разработки, которые помогут выздороветь малышам. Сегодня ночью в Киев из Рио-де-Жанейро вернулись с триумфом наши параолимпийцы. На этих летних играх в Бразилии им удалось завоевать 117 медалей. Среди них 41 золото. Также в копилке сборной 37 серебряных и 39 бронзовых наград. В итоге Украина на третьем месте в общем медальном зачете. Уступаем мы только Китаю и Великобритании. Это лучший результат нашей параолимпийской сборной за всю историю выступлений. Сперевали за играми всю ночь, безсонные. Очень рады за наших всех олимпийцев, которые показали всему свету, что мы одна из самых сильных наций. Спевали вместе с ними гимн, родили, подпрыгнули за наших всех спортсменов. Одна золотая за эстафету. Четыре золотых личных и две серебряных личных, и одна серебряная эстафета. Наша вся команда очень сильно постаралась. Мне кажется, мы достаточно много медалей взяли у них. Наш сайт подробностей.юэй. Информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова